Мы решили провести еще один эксперимент по выходу человека из тела. Для участия в нем пригласили известного парапсихолога Артура Разумова. Его подопытными, по нашему замыслу, должны были стать звезды кино и телевидения. Но абсолютное большинство приглашенных отказались участвовать в эксперименте. Многие честно сказали, боюсь. Принять участие в проекте согласился знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. Человека, который каждый день заглядывает в пасть к тиграм, вряд ли что-то может напугать по-настоящему. Сам я не склонен к мистике, вот так вот. Вторым участником эксперимента стал Дмитрий Лурье, постоянный участник телепередачи «Своя игра» и клуба «Что, где, когда». И Эдгард, и Дмитрий убежденные скептики. Оба уверены, никакого астрала не существует. Тело расслаблено, комфортно, удобно и неподвижно. Мы начнём с включения чувствительности внутри тела. Заполняем пространство рук прохладой, лёгкостью. Внимание! Артур не гипнотизирует участников. Каждый из них может в любой момент встать и сделать всё, что пожелает. Парапсихолог просто объясняет, на чём необходимо сконцентрировать свои ощущения, чтобы отделить духовную оболочку от физической. Наше лёгкое и свободное тело сдувается влево, подобно пёрышку. Наше лёгкое и свободное тело... Сам выход из тела происходит в два этапа. Неподготовленному человеку, тем более скептику, придётся потратить немало времени, чтобы приблизиться к необходимому состоянию. Наконец, первый сеанс закончен. Ну вот, я не знаю, у меня такое ощущение было, что я не летал. Я прям так всё очень внимательно слушал, прям старался, но... И так для Эдгарда Запашного результаты первой части эксперимента оказались довольно сомнительными, тогда как Дмитрий Лурье был удивлён появившимися необычными ощущениями. Было ощущение общей неустойчивости. Было ощущение того, что я вот сейчас полечу назад со стула. Ощущение такое, как будто что-то ещё немножко и полетите, да? Ну вот да, я чувствую сейчас, что сижу вполне устойчиво, а тогда всё время было впечатление, что вот-вот стул сейчас поедет назад, и я с него кубарем покачусь. Вот это вот ощущение крена – это как раз момент, когда ваше энергетическое тело, то есть вот то, чем вы управляете на энергетическом уровне, оно почувствовало возможность немного отделиться, отойти от физического. Сейчас мы предпринимаем ещё одну попытку отправить Дмитрия и Эдгарда в астральное путешествие. Тут они стоят на чём-то покачивающемся, может быть, резиновом, и способны покачиваться слегка вперёд и назад. Раскачка у меня немного получилась, но она получилась... Лурье явно разочарован. У него ничего не получилось. Но посмотрите на лицо Запашного. Он приходит в себя в абсолютном шоке. А мы сейчас на каком этаже находимся? На четвёртом, да? Да. Вот, не знаю, вот... Вдруг, если это случится, я хочу, чтобы это стало как небольшой стёд. Мне сейчас казалось, что я вылетел из дома и видел убийство, и видел убийство, и видел убийство. Вот я же говорю, я не отношусь к людям, которые хоть когда-нибудь видели будущее или прошлое, но почему-то вот сейчас я достаточно чётко наблюдал сверху, когда мне сказали вылететь из дома, вылетел, сверху наблюдал, как один человек убил другого. Просто ножом, по-моему. Ну, чем-то он его пырнул, тот упал, остался лежать, и он убежал. И убежал, причём вот если это дом, он убегал влево, а труп вот остался лежать вот здесь. Вот, не знаю. Вот я просто хочу, чтобы это зафиксировали... Почему бы и не... Да, потому что, чтобы... Да, чтобы мне хоть потом-нибудь кто-нибудь поверил. Эдгард настолько поражён увиденным во время эксперимента, что мы даже решили обратиться в милицию Северного округа. Именно в этом районе Москвы мы проводили свой эксперимент. Не было ли видения Эдгарда Запашного свидетельством реального убийства? Ну, судя по тому, как вы дали мне информацию, что якобы вот у нас на территории того района, который указал уважаемый человек, этот человек, я не знаю случая за последние полгода, где могло произойти, вот как он описывает. Ну, просто мы не знаем этого. Возможно, возможно, у него было какое-то видение, возможно, подчёркиваю, как он кажется, как ему кажется, что это может быть и будет. Возможно, это было очень давно, а возможно, это было и не на этой улице, а возможно, это было на этой улице много лет тому назад. Как пояснил нам Артур Разумов, астрал очень часто ведёт себя непредсказуемо и может забросить человеческое сознание как в далёкое прошлое, так и в неизвестное будущее. Я говорю, я очень большой скептик в плане того, что я не верю в Чумака, не верю в Кашпировского, хотя знаком лично, но в то, что человек может уходить как-то вот куда-то, чего-то там. Ощущениями восприятия. Да, да. Вот сегодня мне так показалось, что да, я могу начать это верить. Спасибо.